12-й том книги «Открытым оком», вопрос номер 2741, тема проповедь благовестия. От каждого христианина должна исходить от сердца любовь, сострадание, смирение по отношению ко всем, к верующим, неверующим и к врагам. Но некоторые же настраивают себя быть воинами христовыми, в кавычках, обличают, получают, а иногда и пугают страшным судом, адом. По-моему, это неправильно, потому что о таких даже говорят, что они гордые и неверующие, отвращаются от таких, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Рассуждения от собственного ума к такому и привели всех околоцерковных людей. Они вошли в роль любвистов, наученные такими же попами. Но Библия учит иначе нас. Послание к Ефесиным, 5-я глава, 11-й стих. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Книга Прога Иеремии, 1-я глава, 10-й и 17-й стихи. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. А ты припояшь чресла твои и встань и скажи им все, что я повелю тебе. Немалодушствуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. 2-е послание Тимофея, 4-я глава, 2-й стих. Проповедуй слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещавай со всяким долготерпением и назиданием. Востребован, как знаете, не каждый. На дело важное и трудное тот час. Когда нам долг и совесть вдруг прикажут, на фронт отправятся. Да там не спросят нас, готовы ли за истину сражаться. Хотя бы в стан противника ушли родные. Не в кратковременном искать земное счастье, но преклониться к вечной благостыне. На пашне и на стройке ищет кто-то умения наших рук и ревности о деле. Или приходим скромно боком-боком, проходим скромно боком-боком и с нераскопанным талантом мы с отлели. Быть нужным, быть востребованным радость. Не только в зрелости, но в старости болящей. Труд, только труд христианина красит. Что на спасение душ направлено тем паче. Парализованный из-за вас переживаний много. Тем более, когда духовные калеки. На благовестие им не обули ноги, так и сидят на сломанной телеге. Но Божья колесница запряжена, не дохлой клячей, списанной конягой. Но кто страданием не раз был обожженный, такие рвутся в бой, где многие полягут. Они нужны при солнце и в пургу, вести на пиршество крещальные одежды. Не нужным быть такого не пожелай врагу. Быть годным в старости, как в молодости прежде. Все так же жду звонка и позывного, где без меня не справиться, не сладить. Мне главное язык бы сохранить и ноги, нести евангельскую вечную усладу. На тот же час утра я выставил себя. Ощупайте меня и разверните. Но если даже очи ослепят, за мною к жерновам придет мой Вседержитель. 24 марта 2005 года. Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин